Друзья мои, всем привет! Серегина мая, у нас цветет смородина Красная, черная, белая Вот такие замечательные грозди на ней В дальнейшем, я надеюсь, образуются Но пока она цветет, вполне возможно, что не каждая ягодка Не каждый цветочек опылится, не каждая ягодка завяжется То есть, несмотря на такое большое обилие цветов, не факт, что вот она хорошо опылится И я вам сегодня в этом видео расскажу несколько причин, почему плохо опыляется смородина Казалось бы, вот хорошо цвела, но ягод мало Мне такой часто очень вопрос задают, почему у меня цвела смородина Но ягод было очень мало, очень мало из цветов завязалась ягода Почему так происходит? Ну, причин здесь может быть несколько Сейчас я вам показываю на примере красной смородины Также это причины и к черной смородине относятся Это просто попадание смородины под поздние ночные заморозки Либо даже под снег она может попасть еще в мае Бывают такие природные катаклизмы И в этом случае, конечно, зависть может пострадать у смородины Вторая причина, то что смородина растет одним кустом У нее нет опылителей, не с кем пыльцой обмениваться И поэтому у нее, несмотря на, казалось бы, хорошее такое отсветение Практически полностью отсутствует ягода Также в период, когда она цветет, хорошо бы был такой ветерок Чтобы пыльца перемещалась с растения на растение Чтобы вообще смородина, по идее, опылитель не нужен И она способна сама себя опылить Но вообще лучше, конечно, если, когда у вас в саду растет несколько кустов Желательно разных видов смородины Несколько сортов красный, допустим, три сорта Несколько сортов черный смородины Вот тогда у вас будет хорошее опыление Расти они должны рядом друг с другом Ну, желательно, чтобы расстояние было между ними не далее 5 метров То есть они должны расти такой кучкой, либо редком Тогда будет опыление хорошее Еще одна причина, конечно, может быть в том В малом количестве ягоды после цветения Что она была сильно поражена клещом Это такой вредитель, часто он появляется на смородине Такие почки бывают поврежденные клещом Ну, об этом много видео снято Можете найти, как выглядят почки смородины, пораженные клещом Вы их хорошо увидите Они такие деформированные, круглые, большие, как бы разбухшие Но сегодня я вам хотел подсказать еще один такой способ Народный способ, который, в принципе, многие опытные садоводы-огородники его знают Как помочь смородине в период цветения завязать максимальное количество ягоды Есть, конечно, способы, связанные с опрыскиванием Допустим, сейчас в период цветения смородины борной кислотой Там берется несколько грамм, ну, 2-3 грамма на 10 литров борной кислоты И опрыскивается Это тоже хорошо работает Но многие считают борную кислоту вредным, в общем-то, препаратом И предпочитают все-таки народные способы О нем я сейчас вам и расскажу Есть очень простой народный способ У меня сейчас в руках опрыскиватель В нем полтора литра воды Что здесь у меня добавлено? Вот я сейчас так бодренько опрыскаю свои кусты смородины Сейчас опрыскивать надо вечером в безветренную погоду Либо рано утром Вот сейчас время около 8 часов вечера Ветра нет Дождя тоже нет, что немаловажно Чем же я опрыскиваю? Что у меня здесь добавлен в опрыскиватель? В опрыскиватель у меня добавлено на литр воды Одна столовая ложка хорошего, душистого, качественного, цветочного меда И вот этим вот составом медовым Медовой этой водичкой Я опрыскиваю Уж как добавлять мед в воду я не буду вам показывать Я вам рецепт сказал Что же делает медовая вода Как она работает на смородине В том числе и на крыжовнике В том числе и на жимолости плодовой Она очень хорошо работает Она привлекает в сад опылителей Что не говорите Хоть говорят, что у нас смородины ветроопыляемое растение То есть ненужные там пчелы, ненужные шмели И тем не менее насекомые, опылители Они вкладывают огромные значения В период цветения растений в их опыление Поэтому вот там где я сейчас вам показываю эту смородину У нас здесь в Московской области Очень мало сейчас стало пчел В связи с плохой экологической обстановкой Пчел, шмелей очень мало И вот я вот уже пока вам рассказываю Сейчас в этом ролике Ни одной пчелы, ни одного шмеля не видел Ну может быть сейчас уже вечер Но и днем я их, увы Очень-очень редко они мне попадаются И вот чтобы привлечь пчел Которые могут прилететь на запах Даже за несколько километров Почуешь запах меда и шмелей привлечь И даже пусть осы прилетят Они тоже хорошо опыляют Я опрыскиваю медовой водой Свои кустики смородины И вам советую вот такой вот способ Опробовать Много прям поливать, заливать смородину не надо Вот одного литра медовой воды Вам вполне хватит На пять кустов смородины Просто по листу обработайте В небольшом количестве Вечером в безветвленную погоду И посмотрите результат Я думаю, что пчелки прилетят на запах меда И у вас, и у меня Будет большое в этом году Количество ягод смородины И не только смородины И вот смотрите Также я и черную смородину Немножко совсем сверху обработал Вот смотрите Одновременно со смородиной Также цветет и жимолость В этом году Все кустарники цветут у меня примерно В одно время Но весна была сложной Был и снег уже по раскрытым почкам Смородины Были и заморозки И проливные дожди Но надеюсь, что используя вот этот метод У меня завяжется большое количество ягод Несмотря на непогоду в этом году Всем большое спасибо за просмотр Кому данное видео понравилось Не забудьте поставить лайк Остались, если у вас вопросы Пишите их в комментариях И подписывайтесь на канал Всем хорошего До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok